Губернатор Игорь Рудене поставил задачи по развитию агропромышленного комплекса Верхневолжья. Этот вопрос был основным на заседании регионального правительства, где рассмотрели государственную программу «Сельское хозяйство Тверской области» до 2030 года. Подробности у Натальи Чекет. В прошлом году по индексу производства сельскохозяйственной продукции Тверская область заняла первое место среди регионов ЦФО. Объёмы производства продукции составили более 65 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что сейчас главный приоритет – обеспечение потребностей внутреннего рынка, повышение эффективности региональных производств. Новая трассовая государственная программа должна обеспечить сохранение и развитие позитивных тенденций ВПК в среднесрочной перспективе. И понимаем, что наши региональные задачи – это ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, техническое перевооружение и модернизация отрасли. Это устойчивый рост объёмов производства и реализация продуктов при постоянном обеспечении её качества. В Тверской области для аграриев предусмотрена финансовая помощь по нескольким направлениям. На проведение агротехнических работ, элитное семеноводство и племенное животноводство, закупку техники и модернизацию мощностей, производство молока и мяса, зерна, овощей, картофеля и льна. В этом году предусмотрено увеличение количества получателей субсидий по ряду позиций. Приняли решение об увеличении областного бюджета по программам животноводства, по молоку, по производству картофеля и овощей в грунте, по модернизации капитальных строений. И, кроме того, ещё принято решение по увеличению финансирования на обновление парка сельскохозяйственной техники. Финансовую помощь на работы по выращиванию картофеля планируется предоставить 54 производителям. На стимулирование производства льна 15 предприятий, на выпуск молока 71 компаний. Также аграрии могут получить льготные кредиты на производство сельхозпродукции. Ключевая ставка влияет непосредственно на процентную ставку по льготной программе кредитования. Сегодня, как мы знаем, она 16% годовых. Исходя из этого, минимальная ставка будет 6,8% для приоритетных направлений. Финансирование и до 10% это на прочие направления. К приоритетным направлениям в растеневодстве у нас относятся приобретение семенного материала отечественной селекции и практически все направления в отрасли животноводства. Также приоритетным направлением у нас является финансирование малых форм хозяйства. Всего агропромышленный комплекс региона включает почти 1200 предприятий и организаций. А пока обеспечивает 7% от общего объёма валового регионального продукта. В отрасли трудится около 16 тысяч человек.